Приветствую всех на втором уроке моего нового курса. Мы продолжаем работать со связками. Итак, как обычно, начинаем с топ-рока. На этот раз мы берем Indian Step. Оригинальный вариант я не буду использовать. Сразу чуть усложненная вариация. Я делаю кик левой ногой. Раз, два. И отсюда я вместо петли выбиваю правую ногу назад на пятку. Три. Носок. И снова пятка. Четыре. Еще раз. Семь, восемь. Раз, два. Три. И заметьте, как я буду менять ногу. Двигается эта нога вместе. Пам. Пам. Поехали. И раз, два, три и четыре. Пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре. Пять, шесть, семь и восемь. По сути, я добавил пятка, носок, пятка. Но если сделать это вместе, как один топ-рок, будет выглядеть довольно свежо. Переходим к гоу-дауну. Сейчас мы будем перекатываться через живот, но для усиления амплитуды и общей картинки я делаю небольшой прыжок вначале. Да? Бум. Теперь сразу же сгибаю колени в бок. В моем случае влево, опору на правую руку. Вот таким образом. На носках колени максимально ушли, опора на правой руке. Дальше не останавливаемся, а тянем колени так далеко, пока вы просто не свалитесь с носков аккуратно вот сюда на бок. И. Бум. Совершенно плавно, без особых сложностей. Дальше. Не останавливая поток, я перекатываюсь через живот. Целый оборот. И здесь поднимаюсь сразу же в хук. Хук на правую ногу, да? То есть вот сюда. И. Бум. Окей. Один важный момент, который я хочу обратить ваше внимание. Когда мы здесь делаем перекат на живот, левая рука у нас выполняет роль маха. Таким образом вы можете быстрее перекрутиться. Не бойтесь, смелее опускайтесь на грудь и перекручивайтесь. И заметьте, что я делаю левой рукой. Вот. Фу. Таким образом, делая прыжок и резкий переход вниз, будет выглядеть довольно-таки интересный переход вниз. И. Здесь у меня локоть. У вас может быть рука. Это не важно. Главное, что вы здесь не сидите. Да? Я держу себя на носке и в любой момент могу перейти на футворк. Двигаемся далее на очереди футворк. Сейчас мы будем использовать претсел. Претсел. Базовое движение пришло к нам из Европы. Оригинальный вариант выглядело так. Итак, теперь что я делаю. Во-первых, начинаю как оригинальный претсел обычный. Здесь у меня нога уходит под собой в полуподсечку. И дальше продолжаю вращение. Коленка уходит под пятку в форму фиштейл. Бум. И отсюда правую ногу, которую я только что подвел под пятку, сразу же выпрямляю и вращаю тело в обратную сторону. И ухожу в хук. Бум. И отсюда перехожу на другую сторону, если это нужно. Претсел. На коленку. Подсечка. Сюда. И сразу же, не останавливая ногу, выпрямляю и вращаю телом обратно. Бум. И давайте же в другую сторону. Ногу выпрямил. Претсел. Сюда. Сюда. Окей. Еще один вариант, как можно усовершенствовать, или, если так можно выразить, усложнить. Увеличить количество вот этих полуподсечек перед фиштейл формой. То есть я сейчас сделаю одну, давайте попробую сделать две. Да? То есть выглядит это вот так. Я делаю. раз, два, форма. И раз, два, три. Мы подошли к окончанию нашей связки. Последняя фишка. И как она выглядит. Мы берем колесо, только мы делаем его через голову. Ничего сложного. Выглядит как обычное колесо, только по сути вы просто подставляете макушку так же на пол. Я делаю вот в эту сторону, вправо, выпрямляю правую ногу и делаю внимательно. Ставлю руку вместе с головой одновременно, левую сразу завожу вверх, как обычное колесо. Бум. При этом стараюсь, да, как и при обычном колесе, держать руки на одной линии. И При этом, что я делаю дальше? Ногу. У меня пришла первая нога, левая. Правую сразу же вожу под себя и ухожу на спину. Смотрите. И колесо. Бум. И еще раз этот момент. То есть у меня вот, левая нога пришла, я отжимаюсь и правую сразу же аккуратно зажимаю под себя, делаю разножку и ложусь в спину. Здесь обращаю ваше внимание на то, что когда вы переходите в спину, старайтесь сразу же поднять ваш таз вот здесь и держать его так же дальше. А ногу заводить максимально по траектории круговой, чтобы вас закручивало. Потому что выход у нас будет вот такой, смотрите. Я выношу ногу чуть-чуть по низу, здесь вверх. И здесь мне надо сделать форму движения, тоже такого олскульного ниндзя, когда у нас одна нога, да, залетает на другую. Здесь я делаю, да, получается раз. И здесь я забрасываю ногу на ногу и опираюсь вот сюда. При этом инерция должна мне позволить сразу же подняться вот сюда, со спины. Чтобы это сделать, нужно отработать движение на всех его этапах. Начиная с колеса и далее, не останавливая инерцию, пока вы не выпрыгнете. То есть вот я вылетел на руки и носки у меня на полу. И отсюда я так же спокойно заканчиваю. Ну что ж, а теперь собираемся вместе. Погнали! А теперь переходим к усложнениям. Погнали! Стоп-рока. Будьте внимательны. Начинаю с индиан степа. Раз, два. Теперь здесь выбиваюсь ногой сразу на пятку вперед. Пятка. Носок. И теперь внимательно и аккуратно опору теперь на носке. И левую ногу, которую у меня сейчас на полу, переношу на 180 градусов, вращаясь на носке. Внимательно. Бум! Выполняем движение аккуратно. Не держимся слишком много на пальцах. Еще раз. И раз, два. Движение идет у нас так. Подбиваем. Пятка. Носок. Перенос. Те же четыре счета. Раз, два, три и четыре. Отсчет. Семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Окей. В другую сторону. Медленно. Раз, два, три и четыре. Двигаемся далее. Go down. Прыжок у нас остается. Перекат остается. Далее изменения. Поехали. Прыжок. Перекат. Разворот теперь, смотрите. Полностью перевернулись на левый бок. Левую ногу оставляю на полу. Носок. Отжимаюсь и правую ногу начинаю заводить по кругу. Смотрим внимательно. Держим ноги широко. Правую ногу можно держать как прямой, можно как и согнутой. В зависимости от ваших возможностей. Еще раз этот переход. Я перешел полностью на левый. И теперь у меня левая нога остается на полу. И работаю только правой. И руками отжимаюсь. Обязательно сохраните поток и доводите каждое движение до конца, чтобы у вас картинка была такая же, как у меня. Еще раз. Перекат сюда, сюда и в другую сторону. То есть сохраните вот это перемещение до каких-то конкретных крайних точек. Хорошо? Отсюда или отсюда вы также дальше разворачиваетесь и уже свободно двигаться дальше. Еще раз. Быстро. Далее на очереди футворк. Претцел. Доделаю до формы фиштейл. Да? То есть полуподсечка. Форма. И вот здесь внимательно разворачиваюсь к вам. Опора на руки. Поднимаем конструкцию ног и переносим вокруг себя, чтобы ноги у нас были сзади рук, а оказались спереди. Это не очень-то просто. Попробуйте, сколько получится. Может, вы будете не докручивать, ничего страшного. Итак. И. Если вы заметили, я сохраняю инерцию после претцела и использую ее, чтобы мне было легче вынести ноги вперед. Еще раз. И. И далее уже с того положения, куда я вышел, сюда или сюда, я могу продолжить. При этом я могу как зациклить, так и пойти в другую сторону. И. Далее наша последняя фишка. Перекат через голову остается. Меняем действие на спине. Итак. Здесь у нас было, что в данном случае, да, у меня правая нога идет на левую, но теперь я меняю, делаю обманку. Будьте внимательны. Я делаю. Как бы правую заношу, но в последний момент меняю траекторию противоположно и левую заношу на правую и выхожу уже в эту сторону. Звучит просто, но не так легко сделать это на деле. На что обратите внимание, ребят? Когда вы переносите ноги, вы продолжаете подниматься на спину. Вы не останавливаетесь, правильно? Вы делаете как будто ступеньками. То есть раз, два. То есть занесли правую ногу над левой на одном уровне, поднимаетесь еще больше и заносите уже левую над правой. Сейчас я попробую это сделать. С этого момента, как будто я пришел после колеса, оторвав голову и поехал. Попробую сделать все вместе с колесом. А теперь собираем наш усложненный вариант и смотрим, что получилось. На этом наш урок подошел к концу. Тренируйте, ребята, отрабатывайте, присылайте мне то, что у вас получается, свои идеи. Все посмотрю, подскажу. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok